Православный мир готовится встретить один из главных христианских праздников – Рождество. Сегодня у верующих сочельник. С утра в храмах торжественное богослужение. Церкви празднично украшены елями и гирляндами. Тысячи прихожан приходят помолиться, ведь день сегодня особенный. Мы в этот праздник ходим в храм, а потом приходим домой, садимся вместе за стол и пьем чай все дружно с семьей. Такой день, когда можно честно все сказать, открыться и самой собой поговорить, но честно. Родился и пришел на наш свет. Показать, как нам жить надо. Дай Бог, чтобы это люди поняли. Для каждого Рождества что-то свое. Вечером по традиции верующие собираются в семейном кругу в ожидании появления первой звезды – символа той, что засияла над Вифлеемом в знак рождения Христа. Главная рождественская служба начнется в полночь в Свято-Духовом Кафедральном соборе Минска. Это, как мы говорим, событие планетарного значения. Готовясь к этому празднику, мы должны и свое сердце приготовить. Как встречаем мы гостей в своей жизни, готовим свое жилище, квартиру, моем, чистим, убираем. Вот точно так же мы делаем накануне праздника. Идем на исповедь, очищаем свою душу и сердце от всякой скверной нечистоты в таинстве покаяния. Ну и, конечно, стараемся исправиться. А какие дары мы можем принести Христу Спасителю? Это дела добра, любви и милосердия. В канун Рождества заканчивается 40-дневный пост. Сочельник – самый строгий день. А название его, напомню, происходит от традиционного блюда сочево, приготовленного из зерен пшеницы, которая на праздник подается к столу. Встречать Рождество по всему миру будут более 35 тысяч православных приходов. Продолжение следует. Продолжение следует...